Всем привет. Я еще раз себя представлю. Меня зовут Миша Токовинин. Я, конечно, не генеральный директор Q-Soft. Я его один из сооснователей. Если вы не знаете, что такое Q-Soft, это, наверное, теперь уже, наверное, старейший партнер 1С Bittrex. Самый опытный. Кроме того, я занимаюсь AMA CRM. Я сооснователь AMA CRM. Я сейчас руковожу AMA CRM и занимаюсь этим сильно больше, чем Q-Soft. Но я здесь по другой причине. Я так понимаю, что один из лейтмотивов этой партнерской конференции это история предпринимательства. И когда мы обсуждали тему моего доклада, я думал, ну меня сейчас попросят рассказать там, как управлять проектами, про продажи. Ну что-то такое стандартное. А мне говорят, расскажи, что движет предпринимателем. Я думаю, я про предпринимателей. Странно говорить на эту тему. Тем не менее, мнение имею. И думаю, что мне есть что вам по этому поводу рассказать. Потому что, конечно, мне это очень интересует. Потому что я делаю сервис для предпринимателей же AMA CRM. Да и когда мы говорим про разработку сайтов, то тоже наш клиент является предпринимателем. Поэтому нам важно понимать, что это за люди, что ими движет, почему они принимают те или иные решения и как им продавать больше. Тем не менее, почему я считаю, что эта тема не совсем моя? Потому что я точно не отношусь к этим, знаете, сектантам предпринимательства. Вы наверняка знаете этих ребят из интернета, типа Аля Бизнес Молодость, Руслан Татанашвили, Тиньков, которые говорят, да-да-да, стань собой, преодолей себя, выйди за рамки. Знаете, на что это похоже? У вас есть друзья, алкоголики, наркоманы? Вот. Вы знаете, они всегда говорят, алкоголь мне позволяет раскрыться, глотай ЛСД, ты опознаешь новые границы. Игроки в покер будут рассказывать вам, что покер это что-то очень особенное, это требует каких-то особенных способностей. Короче говоря, они все вас возовлекают. Они вам все продают идею, стань как я, делай как я. Но вы никогда не встретите врача, который говорит, ты знаешь, что ты должен стать врачом. Это преодолей себя. Выйди, сделай наконец отрешение. Или ученым. Вы никогда не встретите ученого, который говорит, знаешь, вообще, все ничего не стоят, только ученые меняют мир вообще, ученые, соль. Почему? Почему так происходит, когда человек занимается чем-то нехорошим? За что по-хорошему должно быть стыдно? Он начинает других в это вовлекать. А когда люди занимаются чем-то объективно правильным, врачи, ученые, они почему-то скромно про себя говорят. Они не говорят, ну да, я врач, я спасаю детей, ничего особенного. Потому что и алкоголик, и наркоман, и игрок в покер, и предприниматель подсознательно понимают, что они делают что-то неправильно. Что они занимаются чем-то нехорошим. Да, им прикольно верить, что предприниматели якобы меняют мир. Предприниматели ни черта вообще не меняют. Не верьте, это разводка. Ничего они не создают такого уникального. Это неправда. Тем не менее, почему они занимаются чем-то нехорошим? Что они чувствуют? Потому что все они понимают, что заниматься предпринимательством довольно глупо. Потому что денег особо это не приносит. Всегда найдется рядом какой-нибудь чувак, который просто ходит на работу, ничем не рискует и зарабатывает больше. Потому что риски зашкаливают. Ответственность зашкаливает. Потому что они прекрасно знают, что на 100 предпринимателей одного что-то получается, а 99 так всю жизнь занимаются какой-то ерундой. Я один раз смотрел телевизор. Показывали какой-то репортаж из Германии. Там какое-то было мероприятие, событие. И берут интервью у чувака. И он говорит, а у него там типа парикмахерская. Какая-то комната такая 2 метра. И он такой серьезный говорит, у меня бизнес в этом доме, у меня парикмахерская. Я на него смотрю, думаю, какой... А ему там 50 лет. Какой бизнес? Вот у тебя иди работай. Ну ты что занимаешься ерундой? Какая парикмахерская? Зачем ты это делаешь? Это же глупость несусветная. Зачем ты держишь эту парикмахерскую на один стул? С трудом сводишь концы с концами. Несешь эту ответственность. Зачем? Потому что предпринимательством занимаются те, кто не может им не заниматься. Этим занимаются не от ума. Не потому что это умная тактика. Этим занимаются потому что от тщеславия, от амбиций. Потому что они хотят. Хотят быть главным. Хотят обратить на себя внимание. Не случайно они начинают рассказывать вам, что предприниматели особенные, они меняют мир, они такие самые умные, самые честные. Нет. Потому что они обалдиют от себя, потому что они себя очень любят. Предпринимателями становятся те, кто к этому очень сильно предрасположен. Это такой врожденный порог. Порог, потому что большинство предпринимателей нас делает несчастным. Большинство ввяжутся в эту историю и проиграют. Спалят жизнь, спалят лучшие годы, ничего не добьют. У них будет пейхмахерская для него и его жены один стул. И будут говорить, что они предприниматели. Самая выигрышная тактика, конечно, это встать в растущий бизнес, устроиться там сотрудником и собрать все те же самые сливки, при этом ни одного дня не рискуя. У меня есть знакомая, она 52-й сотрудник Square, который недавно вышел на IPO. Он точно богаче меня теперь. Притом она всегда получала зарплату, никогда ничем не рисковала. Она просто была HR-директором, что-то такое. Дело в том, что, когда мы начинаем говорить, почему они это делают, зачем они это делают, что ими движет, мы должны понимать, что не надо там искать рациональное. Не потому что это была лучшая идея. Многие из них верят в то, что ими очень часто движет тщеславие. Они думают, что вот да, вот у меня получится. Вот я стану тем самым парнем, который заработает миллиард. При этом давайте всерьез подумаем, сколько бизнесов оказываются успешными на тысячу, на сотню. Один из тысячи. Почему все верят, что у него получится? Почему у кого-то получается или не получается? Вообще, что по-настоящему отличает успешного от неуспешного? И как уйти от простого тщеславия, простой вот этой идеи, что у меня все будет хорошо? Все-таки в что-то прикладное, чтобы действительно было хорошо. Если мы начнем копать, начнем думать, смотреть на статистику, мы обнаружим забавную вещь. Что там нет фактора, он был очень умным. Ну, просто нету. Потому что если возьмете 100 успешных предпринимателей, они будут точно глупее, чем 100 случайно взятых физиков. Удача, ну да, она большую роль играет. Но нельзя сказать, что это абсолютно выигрыши в лотерею. Все-таки, если мы 100 победителей лотереи, у них точно удача была более важнее. Их всех отличает нечто другое. Они все безумно упертые. Вот такие прямо очень упертые. И что забавно, здесь мы натыкаемся на такую ошибку выжившего. Знаете, такая ошибка выжившего? Слышали когда-нибудь? Когда такая байка, не знаю, правда или неправда, пытались понять, как анализировали повреждения на самолетах, которые возвращались на базу. И смотрели на дырки от пуль. И после этого по ошибке могли начать укреплять эти места, где были дырки от пуль. Но на самом деле надо было укреплять места, где дырок от пуль не было. Потому что если эти самолеты вернулись, значит эти дырки не критичны. А те дырки, которые были критичны, отверстия, те не вернулись на базу. Ошибка выжившего, так называемая. Вот здесь то же самое. Бесполезно всерьез анализировать тех 10 предпринимателей, которые были успешны. Потому что мы видим только неправильную выборку, только те, кто выжил. И мы понимаем, что да, этим-то парням амбиции помогли, но другим они их просто загнали, замажая. Они там сидели уперто, бились, 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 бились и угробили себя. А надо было, может быть, закончить и пойти на работу. Так вот, есть, пожалуй, только одно качество, которое всерьез помогает предпринимателям. Которое можно было бы отнести к набору объективных причин. Чтобы понять, что это за качество, давайте еще раз подумаем. Как маленький бизнес становится большим? Вы когда-нибудь спрашивали себя, как маленький бизнес становится большим? Это интересный вопрос. Меня все время это забавляло. Вот я все время смотрю, контора маленькая, 7 человек. Очень эффективная, там все стараются, все бегают такие, все заряженные. И приходим в какой-нибудь, ну пусть это будет Beeline. Хороший пример, компания, построенная с нуля. Когда-то она тоже была очень маленькой. А там все что-то еле-еле, какие-то совещания, какие-то бесконечные спиногрызы, что-то там еле-еле все происходит. И ты понимаешь, что они жутко неэффективны. Как так получилось, что маленькая эффективная компания однажды стала такой неэффективной? Где этот вот переход? Как это происходило? Многие думают, что маленькая компания становится большой. Как? Вот была маленькая компания, она начала работать. Она хорошо работала, она становилась лучше, она оптимизировала процессы. У них появилась какая-то надбавленная стоимость, ресурсы. Они вложили эти ресурсы в развитие. Потом опять хорошо работали. Потом у них еще высвободились ресурсы. Спроси вас всех, и вы все скажете, нам надо оптимизировать производство, нам надо сделать лучше. И вот они вкладывали, вкладывали, и однажды они стали большой и почему-то неэффективной. Не сходится. Так не могло быть. Они тогда бы становились все эффективнее, неэффективнее. Как маленькая компания превращается в большую? Все очень просто. Потому что настоящий рост выглядит по-другому. Выглядит он так. Вы берете и открываете маленькую контору. И вдруг как поперло. Просто вот фонтан из денег бьет. И все, что вы успеваете, вы успеваете только тазики подносить. Вы всегда неэффективны. Вы просто нашли желатую жилу. Единственное качество, которое по-настоящему ценно, в России называют чуйка. Вот вы знаете, вы понимаете, это тема. Вы всегда должны опаздывать за своим бизнесом. Вы всегда должны быть хуже, чем ваш бизнес. Он должен опережать вас. Все, что вы делаете, процессы и так далее, вы делаете лишь для того, чтобы еще немножко денег из фонтана забрать. Но если ваш бизнес уже не фонтанирует, а нужно оптимизировать процессы, то, скорее всего, вы свою скважину уже исчерпали. И как предприниматель, в этом смысле, посмотрите на того же Тинькова. По-хорошему надо уходить с этой скважины и открывать новую скважину. Ну или как-то преобразовывать эту скважину. Можно это назвать модно, конечно. Пиво там, как это. Вот. И тут мы натыкаемся на одну забавную штуку. Я не случайно сказал, что ошибка выжившего вспомнил. Сказал, что часто предприниматель обращает упорство, тщеславие, амбиции. Весь доклад мой можно было ввести к одной простой мысли. Вот часто ровно то, что позволяет ему преодолеть первичную проблему, первичную пропасть, и убивает его. Он очень упёртый. Он очень тщеславный. Он говорит, нет, у меня получится. Вот у него уже исчерпались ресурсы его бизнеса. Он говорит, нет, нет, мы должны собраться, парни, нет, мы должны поднапряжаться. Очень упёртый. Он бьётся и бьётся, и бьётся, и бьётся. У него амбиции, у него тщеславие. То есть, понимаете, вот ровно то, что их создаёт предприниматель изначально. Вместо того, чтобы пойти на работу, поработать на дядю, набраться опыта, потом заработать денег, потом всерьез подумать. Нет, сразу в прорубь бросаемся вперед, побежали. Тщеславие, амбиции, я молодец, у меня получится. Эти амбиции потом ему здорово помогают. Он говорит, нет, нас пока трое, мы сводим к отцу с концами, но мы сейчас поднапряжемся, мы сейчас это победим, сделаем. Но ровно это же самое не дает им потом вырасти и ровно это же самое их убивает. Я могу на этом рынке разработки сайтов перечислить не один десяток компаний, где это происходило на моих глазах, где им бы отойти в сторону управленцу или владельцу, не мешать или сделать какую-то трансформацию, сделать разворот. Но нет, ровно вот это качество, которое отличает предпринимательство, то, что им движет, тщеславие, самовлюбленность, амбиции, ровно это его убивает. Ведь иногда можно просто сказать, я занимаюсь плохим бизнесом. Вот кто из вас может сейчас сказать, я занимаюсь плохим бизнесом, этим надо прекратить заниматься? Кто-нибудь может так сказать про свой бизнес? Лучшее, что я могу сделать с этим бизнесом, это закрыть его. Вы знаете, я однажды работал на падающем рынке, я даже писал про эту статью, я думаю, многие ее читали, видеопрокаты. Это уникальный опыт. Я это ощутил, вот это ощущение, когда с каждым днем денег в кассе становится чуть меньше. И я вот тогда помню, это была не моя сеть, я был просто управляющим, я помню, что я 4 месяца не мог уговорить собственника закрыть. То есть сначала я поддался его уговорам, да, мы должны поднапрячься, мы сейчас всех победим. Тем более, что он готов был вкладывать деньги в это. Но в какой-то момент я стал осознавать, что нет, все, рынок кончился. Но я 4 месяца не мог уговорить собственника. Слышишь, чувак, похоже, это надо закрывать, пока не поздно. Все продавать, закрывать, спасать все, что можем спасти. Более того, потом я все-таки ему это сказал, он на меня обиделся и 3 года с ним не разговаривал. Потому что, опять же таки, качество, которое помогает ему создать этот бизнес, оно же его потом и убивает. Лучшее, что иногда можно сделать при проблеме с самым бизнесом, это закрыть бизнес. Изменить бизнес, уйти в сторону, не мешать, отдать управление. Вот часто говорят, бизнесмен должен быть лидером, за ним должны идти люди. Да в этом нет ничего особенного. Вообще не проблема быть лидером. Ответственность не дают, ее берут. Никогда не задумывались. Ответственность никому не нужна, никто не хочет ее брать. Возьмите на себя всю ответственность, и люди скажут, о, супер, он за все отвечает. Нас это полностью устраивает. Не так сложно быть лидером, на самом-то деле. И люди с удовольствием идут за теми, кто готов брать на себя всю ответственность. Поэтому при проблеме довольно легко быть лидером. Почему за некоторыми идут, за некоторыми не идут? Что их отличает? Их, наверное, чаще даже отличает не то, что один берет ответственность, другой не берет, а то, что вот это тщеславие, оно часто мешает. То, что он обижает, то, что он не дает другим людям раскрыться, то, что он хочет все контролировать. Опять же таки, то, что помогало ему, когда их было двое, трое, пятеро, их было семеро, начинает ему мешать, когда их будет 50, 100, 150, 200 и так далее. Каждого в свой момент. Так вот, я уж извиняюсь, что получается такое очень витиеватое рассуждение, но когда мы говорим про эту тему, по-другому не может получиться, здесь нет какой-то очевидной пилюли. Но одна самая моя мысль. Не надо думать, что предпринимательство – это что-то особенное. Не надо думать, что предприниматель – это какая-то особенная голубая кровь. Вам всем хочется так думать. Ах, какие мы клевые. Если вы спросите, что движет предпринимательство, только одно – балдеж от самого себя. Это его главный драйвер. Я балдею сам от себя. Вы знаете, часто как проверить? Вот любого спрашивают, ты чего, у нас такая классная команда, у нас самый лучший процесс. Это он не команду хвалит. Это он себя нахваливает. Он же не может сказать, я самый клевый. Но это будет неприлично. Поэтому, говорит, у нас самая крутая команда, говорит он. У нас самый крутой. Это он себя хвалит. У нас самые крутые процессы. А что-то не самый богатый тогда. Все впереди. Это знаете, как это… Мне 35, у меня все впереди. Песня такая в КВН. Вот это оно. Им движет только одно – самолюбование и тщеславие. Это главный его драйвер. Ему даже продавать это можно. И вы найдете миллионы консультантов, которые это продают. И опять же таки, это и не плохо, и не хорошо. Это здорово помогает, когда нужно перетерпеть, преодолеть. Но это же и убивает, когда нужно отойти и не мешать. Это же и убивает, когда нужно сказать, похоже, мы занимаемся ерундой, парни. Давайте прекратим этим заниматься. Я даже не знаю, что добавить еще на отвечай на вопрос, что движет предпринимателю. Честно. Я надеялся, что вы в какой-то момент начнете мне задавать вопросы. У меня как раз осталось 10 минут на это. Но я точно не вот апологет преклонения предпринимательства. Поэтому, может быть, эта точка зрения кому-то и не нравится, но уж простите. Давайте вопросом. А предпринимательство – это не профессия или? Нет. Это болезнь. Сел как можно дальше и руку тяги. Ну, ты взял одну сторону этой части. Чему учат MBA? Они учат делать системно бизнес. Смотрите. Они учат себя, как нанимать, как управлять ресурсами, как управлять расходами. Есть профессия – менеджер. Когда я разговариваю с кем-нибудь про его компанию, я обычно спрашиваю только один вопрос. Сколько у тебя людей? Потому что это единственное, что важно, когда мы оцениваем менеджера. Это его объект работы. Сколькими ты управляешь? Есть работа менеджера. Часто просто предприниматель совмещает в себе работу менеджера. Но это не одно и то же. Более того, менеджер, который управляет 20 людьми и двумя тысячами – это два разных менеджера. У кого-то получается обучиться. Кому-то, точнее всем, лучше отойти в сторону и не мешать. Не надо мешать людям заниматься их профессией. Управлять людьми – это профессия. Вот иногда предприниматель не должен становиться менеджером обязательно и управлять. Но опять же, я возвращаюсь к числа, и им часто хочется. Они говорят, да я все смогу, я тоже сам умный такой. Нет, предпринимательство – это не профессия. Это не дуг, по-моему, неизлечимый, но с которым можно совладать. Можно это обернуть от пользы. Я вот прямо и жду, когда ты скажешь. Народ, давайте закончим заниматься уже вот этим продуктом. Да, все расходимся. Можно уже вопрос задать? Хватит, мне надоело. Вот это вопрос. Давайте закончим. Не может предприниматель закончить заниматься предпринимательством? У нас вопрос. Скорее всего, он не может заниматься над чем-то другим, может быть. Добрый день, меня зовут Николай, оригинальная реклама. Хотел спросить, вот раз уж в такое философское пошло. А мне кажется, что предпринимательство – это каста все-таки. Каста. Ну да, в принципе, у нас как бы кастовая система во всем мире. Как бы мы не хотели это признавать, но она такая есть. И как бы предприниматели – это каста, а не болезнь. Ну, слушайте, касты можно кого угодно так назвать. Игроки в покер – это каста? Иди сюда. Не, но все-таки для каста это же надо, чтобы по рождению передавалось там все дела. Ну, как-то это… Нельзя между кастами переходить. Давай. Можно, да? Давай. Деньги, да. Я хочу вовсе сказать. Вот этот чувак, парни, вот смотрите на сцене, который в кепке небольшой, он прозрел, может быть, к психологу сходил. На самом деле, чего мы тут собрались? Мы деньги зарабатываем. Тут получается так, либо здесь толпа дефектных программеров, либо здесь толпа дефектных предпринимателей. По поводу денег. Сейчас я тебе расскажу еще одну историю. Когда мы запускали Qsoft, мы думали, нам надо что, пару сайтов по 5 тысяч делать, нам хватит на жизнь. Мы такие скромности оценивали. Но был забавный кейс один. У меня у приятеля была мойка. Была, потому что в прошлом году разоширяли Ленинградку, ее снесли. Я все время сравнивал бизнес Qsoft с мойкой, с обычной автомобильной мойкой на три поста на Ленинградском шоссе. Мойка эта приносила моему приятелю чистыми 600 тысяч, она приносила полтора миллиона, но из них половину он мог забрать себе в карман. Но у этой мойки была фишка. Она всегда приносила одинаковые деньги, и он там появлялся раз в месяц, и то не всегда. Надо понимать, что Qsoft до того, чтобы дорасти мойку, перерасти, прошел много лет. Мы долгое время были сильно хуже автомойки. И это не про деньги. Спросите половину из вас, скажут, ты знаешь, я заметил, я не ради денег, мне это нравится. Кто вот этим как самозанятостью занимается какой-то? Он там у станка сидит по уши, отойти не может. Кто-то вообще ничего не зарабатывает. Я помню время, когда в Qsoft мои сотрудники зарабатывали больше, чем я. Я говорю, нет, парни, мы зато строим, у нас же все в будущем. А этот нам нужен, ему зарплату надо платить. Он про будущее. Нет, к сожалению, это не про деньги. Не обманывайте себя. Вы должны четко понимать свой мотив. Если вы думаете, что вы занимаетесь им ради денег, вы ошибаетесь. Потому что тогда у вас ничего не получится. Более того, самое страшное будет, если у вас деньги появятся. Бизнес прекратит развиваться. Есть такая поговорка, ее приписывают. Я могу ошибаться, но по-моему, я сказал. Ротшель, по-моему, первый миллиардер. Или Рокфеллер. Сейчас не хочу путаться. Там история такая. Миллиардер не должен знать, сколько у него денег. Кажется, потому что он такой богатый. Но фишка в другом. Для того, чтобы стать миллиардером, тебе не должны интересовать деньги. Ну, если это не брать случай. Потому что однажды для того, чтобы заработать миллиард, ты должен рискнуть ста миллионами. Задумайтесь. Вот у вас сто миллионов долларов. Он говорит, хочешь миллиард? Рискни ста миллионами. Вы бы рискнули, если вами движут деньги? Если вами движут деньги, однажды вам их станет достаточно. Большими предпринимателями деньги движут не в первую очередь. Что бы они ни говорили. Ими движет тщеславие и амбиции. Им хочется забраться на эту гору. Любой ценой. Пожалуйста, вопрос. Добрый день. Ольга, меня зовут. Вопрос. Как вы боретесь со своим тщеславием? И когда вы понимаете, что у вас настал тот момент, чтобы отойти в сторону. Для того, чтобы это же тщеславие вас не убило в вашем предпринимательстве. Это хороший вопрос. Как бороться со своим тщеславием? У айтишников появилось, мы все-таки относительно новое поколение предпринимателей, у нас появился неплохой рецепт для этого, обложиться партнерами. Это здорово помогает. Когда в конторе 3-4 партнера, они друг друга немножко сглаживают. Должны быть люди, которые могут сказать, слышь, остановись. Когда ты один, тебе намного сложнее. Рецепта для того, как быть одному, у меня нет. У меня всегда были партнеры, и я всегда понимал их ценность, большую ценность отчасти и в этом, что они могут однажды меня остановить. Миша, спасибо за доклад. Вопрос такой, почему ушел из Qsoft с должности генерального директора? Потому что я сделал пивот и стал заниматься чем-то еще. Свежепросто. Когда мы занимались, хотя у меня до сих пор есть гешталь по отношению к альянсу из Qsoft, я все хочу их вырастить, я ими еще занимаюсь. Но тем не менее, в какой-то момент я понял, что у нас же не так много альтернативных источников развития компании. Мы в какой-то момент поняли, что надо делать свой продукт и решили делать свой продукт. Как и компания 1SBitrix, которая тоже делала сайты, если кто не знает. В какой-то момент решили делать продукт. Надо понимать, что бизнес разработки сайтов очень хорош для начала, потому что он позволяет начать, когда у тебя ничего нет, пустота, и заработать очень ценные вещи, не только деньги, но и ресурсы. Я это писал в той статье в Сукерберге, которую кто-то понравился, кому-то нет. Я говорю, представьте, у вас фантастический сейчас ресурс на руках. У вас есть команда, у вас есть люди. И это очень ценно. И это уникальные возможности. Многие принимают решение, что потом делать с этой командой. Кто-то говорит, ты знаешь, я ремесленник, я буду заниматься этим бизнесом всю жизнь. Отлично. Но тогда вы должны это сказать. И вот это, кстати, одна из особенностей. Таких предпринимателей в России не так много. На Западе их намного больше. Которые говорят, у меня будет просто на старости один ресторан, я там с женой буду работать. Кого из вас возбуждает эта идея? Есть такие? Мне кажется, Миша, на самом деле ты предпринимательство отразил еще раз одну из сторон. Вообще, мне кажется, мы даже попали в какой-то переходный период изменения твоей философии. Это прям очень любопытно. Но, смотри, предпринимательство для многих – это просто заработок. Вот ты говоришь, они там для… Ты разговариваешь с человеком? Пошли, говорю, к нему работать. Он говорит, да я сам больше зарабатываю. Он не для славы, он не для каких-то других. Вот ты говоришь, как у меня там стиральная машинка стоит, машины мою на Ленинградке. Он говорит, ты ему говоришь, пошли работать. Он говорит, а зачем? Я тут зарабатываю, я тут зарабатываю. Мы как раз и говорили о том, что вообще, конечно, это очень правильно ответить на вопрос, а зачем ты этим занимаешься? И во многом ответить на вопрос, что вот предпринимательство – это как раз про получение выгоды систематическое. Но очень часто происходит подмена, что предпринимательство подменяется, ну как бы фальшцелями для славы, для результатов, для других вещей. И тогда возникает проблема. Вот я пытался убедить всех, что ровно наоборот, что именно становятся предпринимателями люди, которые изначально хотят не совсем денег, а скорее потешить свое самолюбие, тщеславие, честолюбие. Потому что еще раз, вот я вас уверяю, если бы, если тобой движут деньги, заработок, во-первых, есть деньги, во-вторых, есть качество жизни. Деньги, которыми невозможно пользоваться, потому что ты работаешь с рада вечера, не можешь отойти от станка, это плохие деньги. День, который ты получаешь 5-го и 15-го, стабильно, хорошие деньги. Ну, ими лучше пользуешься, ну, спишь спокойнее, например. Поэтому деньги сами по себе еще не цель, цель как ты их используешь. Поэтому я все-таки боюсь, что я много-много-много видел наших коллег по цеху. Большинству из них я бы задал вопрос, зачем ты этим занимаешься? Ты бы зарабатывал, получая зарплату в условном лукоиле. Ну, вот мне кажется, очень многие уже прошли этап ответа для себя на вопрос. И после этого пришли к более простому, к изменению своей концепции. Это ты судишь всех по себе. Да нет. Это ты пришел… Я всех по Степану сужу. Это ты сначала поработал в банке, а потом начал свое. Но ты, скорее, в данном случае исключение исправил. Большинство людей сразу приходят к тому, что делают свое. Спасибо.